ну что ж здравствуйте дорогие друзья и враги я абсолютно всех вас приветствую и рад что вы зашли на мой канал на мое видео которых не было уже около месяца извините что не получается часто выпускать видео к счастью никто видео не заказывал поэтому я записал видео по мере возможности к сожалению есть прочие бытовые проблемы коих в россии огромное множество и приходится бороться с ними поэтому на ролике остается не так уж много времени впрочем это было так и всегда но учитывая что было много желающих заказать ролик и я старался выделять время чтобы удовлетворить просьбу каждого донатера сегодня как вы уже догадались будет сравнение двух городов они формально считаются побратимами это город иваново административный центр ивановской области стране россия и также город хмельницкий административный центр хмельницкой области и также я знаю что с этих городов мне не раз писали рекомендовали посмотреть уличные панорамы и как раз выдалась отличная возможность сравнить два этих города ну и давайте же начнем так друзья если вы хотите выгодно и интересно путешествовать то вам однозначно стоит подписаться на канал миши кирсанова на своем канале миша выкладывает веселые познавательные видео из путешествий советы для путешественников например в одном из видео миша рассказывает как выбраться за границу всего-то за 100 баксов причем это на двоих ну и так же вы можете много чего полезного подчеркнуть на его канале например недавно он показывал как можно с палаткой путешествовать по финляндии также у него есть интервью с различными местными жителями что тоже очень важно понять менталитет той или иной страны так что обязательно подпишитесь для меня это очень важно если вы подпишитесь начнем пожалуй с города иваново и я хочу отправиться на крупные улицы на случайные как вы помните как мы это все любим наслаждаться видами крупных улиц вот такой вот вид случайной крупной улице не обязательно она должна быть центральной июль 2017 достаточно свежий снимок поскольку меня очень часто по непонятной причине обвиняют что я смотрю старые снимки там говорят что за два за три года все абсолютно меняется ну вот 2017 год что я хочу отметить довольно таки неплохое дорожное покрытие не вижу каких-то ям очень радует что такой достаточно неприметный в масштабах россии город имеет такого качества дороги перешли на октябрь 2016 здесь видим небольшие ямки сейчас начнут кричать что все таки есть разница но вот на семнадцатом году видите эти ямки тоже не так уж и малы но почему-то в этом году они кажутся менее заметными возможно просто зависит от съемки по поводу бордюра и обочины в общем-то картина не такая уж и плохая да конечно грязь конечно же здесь европой сравнивать и нечего учитывая что это июль неплохая травка радует что не замусоренная не запыленная кстати говоря несмотря на то что находится рядом с такой дорогой ну то что касается конечно области где проходит тротуар так вот здесь вот у нас говно воска закрыла нам весь обзор наверное везут гневные комментарии на мой канал если смотрим на тротуарную область то конечно здесь не так все гладко по сравнению с дорогой видим здесь уже обочина немножко похуже пошла непонятно то ли ремонтируется то ли уже так положили что все отваливается автомобили паркуются на каких-то непонятных земляных участках ну то что учитывая лето зелено это как-то скрашивает всю эту негативную картину хотя конечно вот отходя от крупной улицы попадаем вот такие вот картины это вот конечно обочина никуда не годится уже и кусты какие-то подзаросшие здесь доведите фасады зданий вполне неплохие к тому же относительно конечно есть что-то похуже но в целом не считая какие-то хрущевки не самые худшие вид пойдет в общем кроме дороги ну и наверное то что относительно неплохой газон в этом районе общем-то мне добавить и ничего мусора не так уж и много в основном это пыль грязь продают какие-то трусы носки снова земляные парковки вот такая вот одна из относительно крупных улиц давайте на случайно улицу хмельницком такого же масштаба это что-то получается между маленькой и самой крупной крупном мы еще перейдем не волнуйтесь я думаю это что-то вот вроде вот этой улице тоже не такая уж большая и не такая уж маленькая мне действительно это напоминает ту самую дорогу что мы смотрели в иванове город хмельницкий на вашем экране вот такую вот картину мы наблюдаем что интересно дорога тоже на неплохом уровне поскольку я замечал что украине на крупных именно улицах не на частном секторе а на крупных улицах дорожное покрытие немножко уступает российским сами знаете что в россии в последнее время стараются как-то дороги латать не знаю с чем это связано возможно с наболевшей темой и поэтому здесь достаточно такой положительный момент для украинского города неплохое дорожное покрытие но на мой взгляд не уступает ничем тому что мы смотрели в иванове тротуар здесь вполне неплохой старенький но выглядит нормально обочина конечно тоже оставляет желать лучшего но я смотрю так в целом тоже неплохой газон есть вытоптаны обочины также как в иванове но немножко вот по ухожению на тротуарных зонах на газоне все-таки присутствует какая-то инфраструктура давайте постараемся найти также земляную парковку как и в иванове соответственно так конечно увидите что есть на обочинах какие-то тропинки неплохой газон здесь идет старенький но тем не менее уложенный тротуар с фасадами примерно такая же картина хрущевки они на всем постсоветском пространстве может быть страны балтии немножко совсем лучшую сторону отличаются но здесь как видите тоже трусы носки какие-то вывешиваются непонятные балконы хотя сам фасад тоже не самый худший для таких старых домов здесь вот что-то поновее смотрится уже чуточку получше частные домики хоть и конечно выделенные под какие-то коммерческие услуги выглядят неплохо ухоженно вот нашли мы тоже что-то вроде земляных парковок такая же картина бордюр тоже местами оставляет желать лучшего дорога на повороте тоже как вы видите как и в иванове есть небольшие ямки дальше уже менее крупная дорога пошла там уже ситуация на мой взгляд похуже давайте теперь отправимся в частный сектор и отправимся в самую гущу частного сектора я вижу здесь в иванове его очень много и давайте рассмотрим один из них вот на такую улицу посреди большого района частного сектора это не куда-то окраина сразу же хочу вам подчеркнуть этот факт видимо такую вот картину что хочется отметить видно что частный сектор достаточно просторный кстати говоря такое не часто увидишь в российском частном секторе хоть конечно в россии и очень много просторов очень много земель но вот этот простор как-то прямо бросается в глаза посмотрите какое большое расстояние от дороги до самого дома фасады достаточно неплохие для частных домов 2015 год ну радует что стараются как-то улучшить свое жилище не самый худший вариант в этом плане в россии мы видели намного хуже ситуацию с частными домами но что касается улице здесь конечно и комментировать нечего видите конечно это дорожное покрытие вернее его отсутствие заросли на обочинах запылено заросшее все благо что не замусорено столбы также выглядят как-то в перемешку все сумбурно так и до азиатского варианта недалеко кому интересно посмотрите как выглядят электрические столбы и навешанные на них провода в странах азии вот пошли какие-то дома поскромнее но здесь уже по депрессивнее район в общем я думаю здесь все понятно ну здесь еще хуже отправимся в частный сектор хмельницкого тоже вижу большой район с частным сектором и прямо в гуще событий мы сюда отправляемся вот такую вот картину мы наблюдаем тоже конечно не идеально есть и подзаросшие обочины дорожное покрытие ну конечно по сравнению с тем что мы смотрели в иванове она конечно получше но тоже сами понимаете что есть над чем работать и очень даже частные дома тоже вполне приятно на них смотреть но здесь конечно видно что больше вкладываются в какую-то эстетику в более качественный материал это конечно же все видно я думаю здесь и говорить не о чем особенно это видно по дворам особенно мы видели в иванове большие непроглядные заборы что-то вроде вот этого листа но здесь побольше уже таких на европейский манер смотрится приятнее особенно когда двор ухоженный а здесь с ухоженными дворами я смотрю ситуация получше смотрите вот на эти все дворики до сих пор интересно вот как это все очень похоже на польские дворы и планировкой и причем планировка все время повторяется но при этом она не вызывает каких-то негативных эмоций за счет своего повторения это вот это вот расположение въезд с одной стороны дом прямо гараж низкие сетчатые ворота заметьте тоже дешевый вариант но при этом смотрится неплохо здесь пошло дорожное покрытие конечно оставляет желать лучшего я имею ввиду асфальтированное покрытие но конечно все относительно если выбирать между таким вариантом и тем что мы видели на соседней улице то возможно это лучше но если сравнивать с покрытием что было в иванове то конечно думаю вот это намного лучше давайте наверно отправимся теперь на крупные улицы чтобы более контрастным наше сравнение было и самый центр наверно прямо геометрически некоторые говорят что я не ознакомилась где какой исторический центр и поэтому я в чем-то не прав но я считаю наоборот лучше как случайный турист попасть город сделать так сказать пробу срез двух случайных городов это будет более показательным нежели я буду ходить расхаживать по каким-то уже заранее известным местам хотя конечно и отдельно взятые места заслуживают отдельного внимания можно либо это добавлять к случайным сравнениям какие-то иногда и делаю либо просто делать отдельные обзоры на города где уже можно затронуть и достопримечательности и известные улицы и районы вот такой вот улицу мы здесь видим вполне неплохая добротная широкая целых я насчитал наверное семь или восемь полос движения достаточно широкая улица видим что такой вот бродвей где есть прогуляться возможно даже осуществить какой-то шопинг в общем-то картина здесь неплохая конечно это очень сильно отличается от того что мы видим в частном секторе есть еще такое мнение мне в комментариях было что говорят что частный сектор это вот какие-то остатки пережитки это все будет меняться на какой-то другой уровень ну как вы видите в иванове например огромное количество частного сектора также как и в мельницком украинском и тем не менее выглядит это иначе но с другой стороны альтернатива частному сектору это многоэтажные дома а многоэтажные дома как я уже говорил на постсоветском пространстве это то еще зрелище я конечно не говорю про вот такие вот дома которые сейчас мы видим вы сами знаете что в основном это дома которые мы видим немножко левее от этого многоэтажного здания да здесь конечно картина неплохая можно даже перепутать с москвой абсолютно с какой-нибудь стандартной крупной дорогой москвы здесь и придраться не к чему если отбросить вот эти вот старые панельные многоэтажки которые выглядывают среди всего этого пейзажа то вид достаточно неплохой да конечно можно придраться где-то на обочинах есть какие-то сколы какие-то недоработки наслоение но это я думаю уже для такого города уж точно будут придирки вот посмотрите какие красивые я даже не на торговые центры или даже какой-то вокзал у нас здесь проглядывается здесь я нашел рядом ночную панораму поближе к этому зданию таким образом она выглядит теперь давайте отправимся в хмельницкий на крупную дорогу посередине крупная дорога является автострады поэтому я думаю там особо смотреть нечего в данном случае поэтому приходится выбирать менее крупные улочки здесь конечно достаточно скромный вид много вот этих вот старых ошарпанных панельных многоэтажек в иванове мы их меньше видели плюс сама улица была покрупнее поэтому конечно выглядело поприятнее не сказать что здесь смотрится это все хуже есть вот такие вот скверы аллеи может быть просто хорошо оборудованные тротуары вы здесь конечно видно что за заботиться об этом месте но в целом картина как я сказал поскромнее при этом улица мне кажется немножко почище если смотреть вот в эту сторону вид достаточно интересный здесь вид не самый приятный из-за старых панелек но если мы смотрим вот сюда то вид достаточно бодрый вот такие вот мусорные баки здесь стоят видимо сортировка мусора может быть просто их несколько штук и что интересно здесь идет рядом частный сектор немножко ниже домики такие интересные хоть и старенькие проходим через железнодорожный мост и появляемся вот в таком районе вот этот район уже действительно смотрится очень добротно посмотрите дорожное покрытие смотрим в эту сторону и здесь даже открывается вид больше похоже на какие-то страны балтии посмотрите на это все да здесь конечно небо и земля предыдущий район и этот давайте отправимся в многоэтажные дворы чисто два случайных двора посмотрим находим вот такой вот многоэтажный двор в городе иваново кирпичная многоэтажка такими вот балконами балконы как всегда дают о себе знать фасад в принципе еще куда не шло с парковками здесь конечно ситуация не самая приятная насчет растительности растет она абы где непонятно как здесь я думаю говорить не о чем видите вот это вот все под фасадами чуть дальше какое-то коммерческое здание приятного вида вот если бы были бы жилые здания в таком виде то я думаю картина была бы намного приятнее но в остальном мы наблюдаем вот такие вот виды я думаю здесь даже и говорить не о чем имеем и вот такую вот картину обратите внимание как защитили от кражи данный кондиционер до в таких местах на первом этаже иметь кондиционер это дорогое удовольствие также недалеко от центра в городе хмельницкий мы находим вот такой вот многоэтажный двор тоже прям сильных отличий я здесь не вижу да конечно может дорожное покрытие получше меньше заросли на обочинах вижу что газон достаточно неплохой вот в этом районе но также депрессивные фасады особенно балконы автомобили хоть припаркованные и в относительно неплохих местах но находятся и вот такие вот моменты глядя чуть ниже вижу еще одну площадку не так уж все и плохо вижу что новенькие лавочки есть газон еще не окончательно вытоптанный мусор правда я наблюдаю отсутствие мусорки конечно это ни к чему хорошему не приводит ну а так в общем и целом чуть по ухоженнее район в общем то здесь и добавить мне ничего больше все я думаю на сегодня хватит посмотрели достаточно видов немножко пробежались размялись думаю для первого ролика после такого перерыва это будет вполне неплохо можно набрать будет обороты и чуть длиннее делать ролики в идеале конечно хотелось бы чтобы мои ролики шли не 20-25 минут как у меня раньше это получалось а примерно минут 10-15 потому что это более смотрибельно более легче смотрятся ролики но за такое время ты много чего не покажешь и будет очень много недовольных возгласов что я очень мало посмотрел хотя вы сами понимаете я даже и за 25 минут очень мало мест успеваю сравнить но тем не менее со своей задачей я справляюсь которую я перед собой ставлю в каждом видеоролике это посетить случайным образом того или иного типа места будь то частный сектор крупная улица средняя улица иногда даже многоэтажный двор как мы это сделали в сегодняшнем ролике не забудьте показать этот ролик кому это будет интересно жителям хмельницкого хмельницкой области ивановской области города иваново жителям есть очень много групп посвященным данным городам я думаю там это будет очень интересно мне часто пишут что люди действительно заинтересованы в просмотре данных видеороликов особенно интересно когда я нахожу чей-то район и оставляю какой-то комментарий по этому поводу есть над чем поддискутировать это также в комментариях я замечаю и это не может не радовать так что не забывайте поделиться ссылкой на данный видеоролик для меня это очень важно это стимулирует меня делать в дальнейшем новые ролики я всегда рад когда вы смотрите мой канал ну и до скорого увидимся в следующем выпуске в следующем выпуске